Даже если прошло много времени, все равно страшно и стыдно. Потому что вроде как, это же ведь тебя били, роняли на пол, пинали ногами. Тебе выдавали пощечины, тебя выгоняли из дома, тебя кидались предметами. А стыдно почему-то тому, кто терпел, а не тому, кто бил. И для того, чтобы это как-то изменить и что-то для себя решить, нужно было существенное время, чтобы вообще признать себя жертвой и перестать считать себя виноватой. По неофициальной статистике, в России каждая четвертая женщина становится жертвой семейного насилия. Но далеко не каждая из них обращается за помощью. По данным психологов, в Европе для того, чтобы обратиться в полицию, женщина сначала терпит семь случаев насилия, совершенного над ней. Почему жертве очень сложно противостоять агрессору? Потому что очень часто жертва считает себя сопричастной к этому действию. Она считает себя виноватой. Она считает, что раз она допустила подобные действия в отношении себя, значит, ей тоже предстоит за это отвечать. Обвинение по статье 116. Побои в отношении родственников до вступления закона о декриминализации в силу носит частный характер. То есть жертва может обратиться в полицию или в мировой суд. Она же должна доказать, что ей причинили физическую боль, которая не повлекла за собой последствий. Сейчас это уголовное преступление. И верхняя планка наказания за него до двух лет лишения свободы. В ближайшей перспективе состав преступления станет составом правонарушения, поскольку теперь побои в административном кодексе. Что такое побои? Это удар, щепок, шлепок. Они образуют состав административного правонарушения. И при рассмотрении дел об административных правонарушениях, прекращение дела в связи с примирением, оно исключено. В Архангельской области из тысяч обращений реальными приговорами в 2016 году закончилось 134 дела. Участковый уполномоченный Денис Бабиков рассказывает, что семейные конфликты с побоями на его участке случаются нечасто. Однако практика полицейских иллюстрирует, обычно семейные разборки заканчиваются миром. Как правило, такой материал передается в дознание, в отдел дознания, и может поступить, как правило, чаще всего поступает заявление о том, что не желает человек привлекать к ответственности своего супруга. Обвинение в административном правонарушении уже частно публичное, а значит прекратить разбирательство не получится. Наказание за содеянное, штраф от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест сроком от 10 до 15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов. Еще и на учет поставят профилактический. Кстати, сейчас под наблюдением полицейских в поморье более тысячи домашних агрессоров. При постановке на профилактический учет с ними проводятся профилактические беседы, устанавливается их круг общения, связи, опрашиваются близкие родственники, в том числе и по поведению гражданина в быту. Если нарушитель после административки повторяет свой опыт с побоями, наступает уголовная ответственность. Законодатели считают, что этим они сократят количество правонарушений, связанных с семейным насилием. Сейчас в области это 13% от всех совершенных преступлений. Получив почти единогласную поддержку Госдумы, закон расколол юристов, психологов, социальных работников. У тех, кто против, есть свои аргументы. Понимаете, в чем, извиняюсь, правовой дебилизм данной ситуации? Он в том, что мы, не придумав, наши законодатели не предложили никакую новую норму, вот, например, вы сказали действительно о судебном запрете. Они берут и отменяют ту единственную, которая, может быть, и не очень хорошо работала, но, тем не менее, работала. В Госдуму уже поступал проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, и в нем была предложена схема защитного предписания, которое могли бы выдавать правоохранительные органы или мировой судья сроком от одного месяца до года. Вот только депутаты отказались рассматривать документ, предложив его авторам сперва получить отзыв правительства. Только вот оказываем помощь женщине, даем ей какие-то советы, куда обратиться, что делать, а вот предоставить какую-то действительно такую помощь, чтобы ее изолировать от насильника, к сожалению, в городе у нас таких приютов нет. Но есть в области даже два – в Карагопольском и Вельском районах. Туда женщины могут отправиться, написав заявление в любом органе социальной защиты. Гостиницу с питанием им бесплатно предоставят на полгода. Там же окажут квалифицированную помощь. Для таких женщин у нас созданы все условия. То есть у нас имеются две комнаты для проживания, у нас имеется кухня, где женщины могут сами себе приготовить пищу, есть душевая кабинка, есть ванная комната. В Архангельске еще в 2003 году был принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. Однако много лет документ оставался рамочным. Только в декабре 2016 года региональные парламентарии возобновили работу над поправками к нему с прицелом инициировать обсуждение такого документа на федеральном уровне. Олеся Кокина. Семь дней в регионе. Продолжение следует...